Уважаемая госпожа президент, очень приятно с вами не знакомиться и хотел бы вначале рассказать, что мы надеемся с вашим приходом на столь открытый пол. Нам удастся узнать, наконец, от тех проблем, которые мешают за эти нормальные отношения, тем более, что у нас есть и заделы хорошие, и заделы большие. Достаточно сказать, что крупнейшие российские компании не только работают активно в жилый цвет, но и проинвестируют уже в экономику более полутора миллиардов долларов, которые и дальше проводили эту работу. Более того, если бы не были в предыдущем году созданы благоприятные отношения, эти инвестиции могли бы быть в разы больше. Я говорю, ответственно, если бы не было привлечения в разы. И, может быть, тех последствий, с которыми столкнулись наши страны, в случае этого предупредителя мирового экономического кризиса, можно сказать, что мы не были бы такими драматическими последствиями мирового кризиса, если бы с таким достаточно большим партнером экономической системы России были бы своевременно налажены все эти торговые и экономические связи. Еще раз повторяю, мы оптимистично смотрим с оптимизмом на развитие наших межгосударств и физических связей. И очень рассчитываем на то, что сможем сделать шаги в правильном направлении, не откладывая решения в другие вещи. Хорошо, большое спасибо за организацию этой встречи. Мы, конечно, тоже смотрим всегда с оптимизмом и на наше будущее, на будущее Европейского Союза, где мы являемся членами, конечно. Оптимистически смотрим на отношения с нашими соседями. Я уже давно высказывала за необходимость конструктивного диалога с Россией на уровне политическом, на самом высоком уровне. И, конечно, наши отношения экономические для нас очень важны. Вы являетесь, Россия является одним из наиважнейших партнеров для спорта и борта. И для нас очень важно, чтобы мы могли бы экономические отношения основывать на недискриминационной основе, на взаимопонимании и галереи с обеих сторон. Конечно, мы имеем много разных, так сказать, домашних работ, которые недоделаны на обеих сторонах. И некоторых чувствительных точек соприкосновения, которые довольно много намешали в развитии наших отношений. Я тоже надеюсь, что мы сможем сконцентрировать свои интересы и смотреть больше на будущее, чем назад. И постараться на обоюдно уважительной основе развивать наши отношения. По имеющимся у меня данным, примерно 30% экспорта до сих пор доправляются на российский рынок. Это вы знаете? Это импортный. 30% мы покупаем из России в основном сырье, газ и нефть. А около 13% только мы экспортируем в Россию. Мы были бы рады, чтобы это было 30%. Если посмотреть на сельское хозяйство, я думаю, что значительные сельскохозяйственные продукты, которые имеются в кинографическом рынке. Ну, какие-то, они довольно хорошие. Хорошие, но мы доставляем возможность продать. Но и в энергетике, если еще поговорить, особенно в связи с закрытием Налинской электростанции, мы знаем, что есть планы по строительству, так называемой Балтийской станции. У нас есть основание было опять, что в связи с закрытием станции минимум в два раза возрастут потребности Литвы природных газов. Мы тоже готовы очень на хорошем условии рассмотреть все эти потребности в духе партнеров, чтобы решать все эти проблемы. Ну что ж, если сразу брать эти слова в первом смысле, то сразу скажу, что мы очень заинтересованы, чтобы Литва получала те же цены, как и Западная Европа, и особенно, чтобы мы смогли перейти на спорные цены, на стиржевую, торговлю и цены на газ. Это мы, конечно, будем очень серьезно ставить на стол наших отношений, переговоров. Потому что кроме Балтийского региона, спорные цены уже Россия применяет другим странам. Мы можем подробнее поговорить, я, правда, неуполномоченка спором проводить конкретные переговоры, особенно по ценам, но тем не менее, мы не будем говорить так, насколько мы говорим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.